Здравствуйте! Меня зовут Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств Александр Рожников, которого мы пригласили для того, чтобы поговорить о том, как сегодня вообще живется людям искусство, не только с точки зрения успешности, какой, безусловно, являетесь вы, потому что, знаете как, ну, покажи мне свои работы, спросят любое, вы можете прямо их перечислить, тем более, что он находится не только на территории близлежащих городов, но и далеко за пределами. Где, кстати, ваши работы сейчас живут? В памяти Кириллу Мефодию есть, помимо колонн, есть в Саратове, Суворов в Омске стоит, значит, в Череповце, памятник медицинским сёстрам. Чайковский в Клину и Норвегии. Не в Норвегии, в Дании, да, не в Дании. Потом, значит, под Энгельсом целая галерея космонавтов на месте приземления Гагарина. То есть, как бы география достаточно широкая. Ну, а в Подмосковье практически, ну, в половине, наверное, культурных центров, в смысле, районных центрах. В Подольске порядка девяти работ, в Люберцах одиннадцать, в Видном пять, в Клину. Вот мы туда третью работу делаем. Так у меня там Чайковский и памятный знак Клину 700 лет. Такой сообразный внутренний триптих у вас будет уже, три работы будет в Клину. Ну, да. Если можно так сказать. Скажите, вот у вас звание даже заслуженный художник. А что такое художник? Ну, как обычный человек воспринимает? Ему иногда надо объяснять, что скульптор – это тоже художник, да? Потому что ему кажется, что кто-то нарисовал, а скульптор слепил. Я обычно говорю, что скульптор – это круче, чем художник. Почему? Потому что художник апеллирует двухмерным пространством. Скульптор работает в трехмерном пространстве. На целое пространство. 3D. Да, именно 3D. Вот, кстати, череповецкую композицию «Памятник медсестрам» там именно так и назвали. Там очень интересная у нас задумка. Там через медицинский крест проложена железная дорога. И с территории войны, которая за крестом, на территории мира, которая перед крестом, медсестра, которая находится на территории мира, выводит раненых, беженцев и так далее. Вот по этой железной дороге. И вот этот крест сквозной, он является своеобразным порталом. То есть между войной и миром. А вот вы, когда все эти работы задумываете, вот, предположим, поступил заказ, все хорошо, скам финансовая, экономическая составляющая, материалы, все есть. Вот я сейчас о творческой. Вы сами как-то для себя это планируете? Или у вас есть какая-то группа, с которой вы вместе работаете? Кто-то, ну, знаете, как, вы как мастер главный... Я более 15 лет работаю с замечательным архитектором Михаилом Тихомировым. Но, как бы, у него немножко другая задача, как придуманное произведение, привязать к местности. Чтобы это было, ну, как бы, соразмерно, чтобы это было... Так, инженерное, скажем, такое. Чтобы территорию новую строить и так далее. Сам образ, вот, для того, чтобы создать образ, много людей не надо. И поле того, они вообще вредны. Я не знаю... Один скажет налево, тот направо. Я не знаю, что такое коллективное творчество, потому что я пытаюсь пропустить через себя поставленную задачу с точки зрения будущего зрителя. Если я поставлю очередной монумент, мимо него будут проезжать, и никто на него внимания обращать не будет. Я это вижу с другими монументами. Но если это будет некая штучка, которая будет цеплять, независимо от того, парковая скульптура, монумент, или вообще какой-то арт-объект, если он не цепляет на дальних подступах, то есть, если нет силуэта, если нет того, что заставит потенциального зрителя подойти, чтобы рассмотреть, то это проходная вещь. Ну вот, знаете, общее человечество делится как бы на две категории. Это люди, которые считают, что они понимают в искусстве, и люди, которые на это иногда просто даже не обращают внимания. Даже лень им голову поднять, посмотреть на тот самый монумент, о чем вы говорите. Возможно, в разных странах это происходит по-разному, потому что в Советском Союзе мы все прекрасно помним, что как найти центр города, название улицы Ленина, или если памятник Ленина большой стоит, значит, это и есть центр города. Все понятно, не надо ничего объяснять. Вот на ваш взгляд, сегодняшние будни скульптуры вот этого вида искусства, как оно развивается? Потому что есть такое ощущение, что очень много понаставлено чего-то непонятного. Чего-то того, что не только не цепляет, а наоборот как-то возмущает людей. Я понимаю, что вам как скульптур тяжело будет оценивать других людей, но мы помним историю того же памятника Петра, который в Москве, который сначала вплоть до того, что давайте мы его уберем, заберите его куда угодно, а сейчас вроде как поутихло, и люди уже фотографируются, и люди уже считают это какие-то... Ну, прежде всего, не москвичи считают, что это уже, в принципе, вполне себе символ, хотя памятник до сих пор на него нельзя зайти туда, потому что боятся, наверное, что могут как-то неправильно его воспринять. Были определенные проблемы с памятником князю Владимиру, где его поставили, да, планировали сначала на Воробьевых горах, потом перенесли в центр, и тоже были какие-то возмущения. Причем я даже сейчас не рассматриваю политических сторон этого вопроса, а просто зачем нам этот памятник, звучал такой вопрос. Дальше была история с памятником, вот недавно тоже появившимся в Москве, говорю, ну как в центре, да, Калашникову, который находит каких-то, ну, скажем так, негативные тоже эмоции. Есть позитивные, есть негативные. Вот на сегодняшний день кто вообще распределяет, какой памятник поставить, где, что можно назвать памятником, что можно назвать арт-объектом, что монументом. Я уж не говорю про парковые, там можно такое увидеть, что даже человек, который разбирается в искусстве, не поймет, что это такое. Я начну, наверное, с биологии. Давайте. Вот за последние 20 лет мне посчастливилось посетить достаточное количество стран мира, в том числе европейских, посмотреть, что и как, пообщаться с людьми. И я окончательно уверился в том, что мы, люди планеты, мы все одного биологического вида. И из этого идет то, что у нас восприятие, так сказать, внешнего мира, оно примерно одинаковое. Ну, понятно, что тот, кто живет в Африке и из племени никуда не выходит, ну, у него как бы свое восприятие. Но есть примеры, когда этих детей там в Европе начинают растить, они совершенно от нас ни от кого не отличаются. Вот, это я к тому, что, как бы, есть такая наука психологии восприятия, она, на мой взгляд, она для всех, как бы, ну, в своих основных пустулатах одинаковая. То есть, если красиво, значит, красиво, если не красиво, значит, некрасиво, если уродливо, значит, неуродливо. Но есть еще и, так сказать, бывает навязанное мнение. Вот, что касается... А в кусах не спорят? Это вы к этому ведете? Кто платит, тот и музыку заказывает. Скорее всего, так. Вот так, вот пошло по ветре, так сказать, мне это очень не нравится, так называемые арт-объекты. Да. Вот трубы, трубы всякие в Европе любят, трубы пересеченные. Потому что относительно настоящего произведения искусства это дешево. И главное, что за это потом ответственность никто не несет. Вот оно постояло три года, его скинули, что было, что не было. Вот эти вот галочки, я сердечко и там название города. Ну тут, ну тут, ну тут, ну тут просто, это вот, я бы сказал, художественной порнографии. Может быть, это грубовато прозвучало, но вот, да, это какая-то мода. Но к памятникам и к монументальному искусству, не же к парковому искусству, это не имеет никакого отношения. Я, честно говоря, благодарен, и как бы это сейчас не звучало, может быть, пафосно, но я благодарен руководителям наших городских округов, вот с теми, с кем я работаю. Во-первых, у них есть понимание, что есть искусство, что является, ну, арт-объектом. И они стараются насытить свои города, свои поселения именно искусством. Приглашают профессиональных художников, профессиональных скульпторов. Не только меня, так сказать, у нас в Москве и вообще, как бы, вот в городах России работают много хороших скульпторов, вот. Поэтому тут, как бы, опять-таки, исходишь из того, что какая задача ставится. Если задача ставится, ну, в парке что-то поставить рядом с чем будут фотографироваться, ну, конечно, вот это сердечко с галочкой, его проще поставить. Дешевле? Ну, если бы, да, и дешевле, и проще, и, как бы, ответственности меньше. Ну, сломали и сломали, там, другую поставят. Но зато вот такие штучки, они могут стать препятствием установке таких композиций, как «Ребят с нашего двора», «Танцующие на шарик под зонтом», или там вот «Скамейка примирения», где там кошка с собакой. То есть вот такие художественные произведения, они идентифицируют территорию. То есть это как отпечатки пальцев. То есть вот у меня одни отпечатки, и фамилия Морожников, а у вас другие, и фамилия у вас другая. Вот в Любрицах есть ребят с нашего двора, а в Подольске есть Толстой, которого нет нигде. Или там памятник Евгению Карелову, известному кинорежиссеру, которого нет нигде. Там мы не только памятник сделали, мы там вообще сделали композицию съемки фильма. Там как бы на переднем плане стоит Нахаленок, один из героев фильма Карелова. И когда человек попадает вот на эту линию между мальчиком и режиссером, то он становится соучастником съемки фильма. И люди это ощущают. Мне говорили, слушай, я как-то себя поймал на мысли, что Карелов меня снимает. Что касается вот Петра Первого. Я считаю, что для Москвы такая композиция, Зураба Церетеля, вполне уместна. Москва – город эклектичный. Ну, возьмите, так сказать, Париж. Когда поставили Эйфелевую башню, кто там только с лозунгами не ходил. Все были против. А когда ее, так сказать, выставка прошла, ее как бы хотели разобрать, то тот же народ начал учатся. Не-не-не-не-не, это же символ теперь Париж. Ну да. То есть Петр Первый, опять-таки, храм Христа Спасителя, Петр Первый, какие-то здания. То есть, может быть, время должно пройти? Просто, может быть, нам кажется, что любой памятник, который появляется, его люди должны прямо на Урал воспринимать. Ну, наверное, не всегда так происходит. Я думаю, что такого вообще не будет никогда, потому что, ну, как вот… Это то же самое, что вот один Петров будет везде, вот Петров, Петров, Петров. А что, другие люди не люди, там, с фамилией Сидоров или Иванов? А уж если Иванов, да, да. Я вообще двумя руками за то, чтобы было, что касается скульптуры, было много и разнообразное. Что касается князя Владимира, вот я видел эскизы Салавата Щербакова, которые были, так сказать, на Воробьевых горах. Ну, вот если бы воплотилась главная идея, которая вот была выработана изначально, это был бы совершенно другой величественный памятник. То, что мешались какие-то, так сказать, нехудожественные моменты, и тут скульптор совершенно не виноват, что вот именно так произошло, как оно произошло. Ну вот хорошо, скажите мне, пожалуйста, вы все время говорите заказ, заказ, заказ. А есть такой момент у художника, когда вот он вдруг снизошло что-то, и вот он решил сделать какой-то памятник или какую-то скульптуру сам по себе? Конечно. Что вам приходит в голову? Вот несколько моментов, которые, допустим, я делаю, но они пока никуда. Вот у меня есть композиция, как бы, вот к тем же ребятам с нашего двора, композиция, посвященная группе «Любе», там отмечен Коля Расторгуев, «Наш земляк», лидер-вокал. Это не памятник, это городская скульптура. Это вот он не может бывать у нас в городе каждый день и даже каждый месяц. Получается, что он есть. А он тут присутствует. Так вот, недавно было 55 лет, Саша Шаганова, мы с ним дружим, и Игорь Матвиенко 60 исполнилось. Вот у меня эти два персонажа есть, и я бы их где-то вот в центре города у нас поставил бы. Тогда бы группа «Любе», она бы вот в своем костяке у нас бы в городе и прижилась. Понятно. Не только Дуся-агрегат. Понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Вы смотрите программу «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Александр Рожников, заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств. Продолжая наш разговор, вот вы коснулись уже этой темы, что в Европе я тоже до всех последних наших событий бывал часто, и меня поразило то, что там скульптуры-то есть разных веков, чего уж там греха треть, как и у нас, собственно говоря. Но действительно сейчас очень популярны всякие инсталляции. Я бы еще это слово сюда бы добавил. Очень много каких-то, как я называю, трубчатых произведений. Что-то переплетено в каждой европейской стране. Где-нибудь перед вокзалом, где-нибудь недалеко от центра. Что-то такое должно присутствовать, что вроде бы как с точки зрения моего традиционного восприятия, в общем-то, очень непонятно. И как-то ты смотришь на эту скульптуру и понимаешь, что ты как бы не в курсе. Но она тебя совершенно не греет. Вот такой вопрос у меня. В скульптурном вот этом мастерстве есть какие-то тренды сегодня? Вот изображать памятник реалистично или изображать памятник символично? Или вообще каким-то образом так изобразить? Ну, как у нас есть там кубизм, все что угодно, авангардизм и так далее. Я сотрудничаю, ну, как минимум, с двумя комбинатами художественного литяка. Один на Финках, один наш Жуковский. Причем в Жуковском я постоянно свои произведения, так сказать, отливаю в бронзе. Комбинаты завалены работой. Реалистическое искусство, в частности, в нашей стране востребовано. И востребовано очень как бы серьезно и органично, что меня очень радует. Но это речь идет не о надгробиях, а речь идет о каких-то прям... Именно о монументальном искусстве. Вот сейчас, ко дню Победы... Ну, это понятно. Как минимум, значит, 8 композиций только в Жуковском было сделано. Химкинский комбинат работал на главный храм вооруженных сил Российской Федерации, который в парке Патриот вот уже как бы завершен. Там тоже очень много литья, очень много рельефов. Причем там как, так сказать, сюжеты Великой Отечественной войны представлены, так и классические сюжеты ангелов, архангелов и так далее. Но это опять-таки все относится к реалистическому искусству. То есть реализм в тренде? Реализм в тренде. Причем, возьмите, как бы, ну, состоятельных людей заказывают надгробия, опять-таки, тоже в реалистическом стиле. Потому что какие-то изыски, они как были изысками, так и будут. То есть изм всевозможный там. Символизм. Кубизм, символизм, капцент. Капцент. Концепция, концептуализм. Да, концептуализм. Вот, а реализм, он, вот вы правильно сказали, когда тебе понятно, что изображено, ты можешь либо продолжить мысль, либо не согласиться с автором, но идет в любом случае диалог. А когда, вот, как в мытищих трубы там стоят, раскрашено, я еще... Кстати, мне специалисты объяснили, почему три трубы. Потому что одна горячая вода, другая холодная, третья обратка. Вот как бы так. Но вот... Но с другой стороны, ведь в этих трех трубах, и мы же знаем, много побывав тоже в разных странах, и в нашей стране, есть очень интересные вещи, когда ты не понимаешь, что это такое, но при приближении что-то хватает. Я вот, я как раз хотел продолжить свою мысль, но такие произведения абстрактные, или как бы вот, ну, совершенно изобразительные, но не имеющие какой-то внутри, казалось бы, идеи, они все равно включают мозг. Даже когда человек начинает думать, а для чего, почему и как, то вот эта вот ситуация нахождения в себе, когда ты целый день занят тем, что ты должен добывать себе на пропитание, и дома дети голодные, или там на работу срочно, вдруг ты видишь, это некая перезагрузка происходит. То есть, такие вещи вполне могут быть в наших городах. Но, опять-таки, тут вопрос дозированности. Это не может, как бы, быть основным. Я сейчас всеми, как бы, силами борюсь с тем, чтобы у нас в городах не вешали мемориальные доски, которые с кладбища. То есть, вот на черном граните, гравировочке, портретик. Но если вы хотите увековечить героя, ну, закажите профессиональному художнику сделать это в бронзе или в граните, ну, чтобы это было художественное произведение. А вы так вроде как бы и волки сыты, и овцы целы. Но у нас улицы превращаются в кладбище. А вам скажут на это, ну, ваша доска-то дорогая будет. А мы не можем на каждого выделить столько денег. В случае, если вы не нашли средств, не надо, так сказать, и занимать тогда место. А, вот так. Значит, почему, так сказать, вот у нас, допустим, 20-я школа, где Нина Кирилла Мочилова была директором колоссальное количество лет, ученики нашли средства. Естественно, как бы комбинат сделал скидку. Но художественное произведение с портретом, то есть, там образ есть. Повесили, все нормально стоит. Или, допустим, в той же 55-й школе, в Красково, тоже портретная вещь там уже с 87-го года стоит. Это привлекает внимание, это зритель понимает, что это действительно заслуженный человек, потому что даже мемориальную доску сделали, художественную. А не просто так, знаете, вот, ну, типа мы помним, а через 10 лет она свалится или ее скидывает. Ну, вот есть понимание зрителей, а есть понимание, как вы вот сказали, когда я сном сопереживаю эту историю. Зритель это посмотрел и ушел, и, может быть, даже забыл. Это как ты в музей приходишь. Вот вы наверняка были там в музеях Ватикана или еще где-нибудь. Ведь, во-первых, в скульптурные залы не так много людей ходят, не всем это, ну, подвластно, скажем так. А многим кажется, что это как-то все так немножко одинаково. Ну, в Ватикане там мим скульптуру вообще пройти невозможно. Да. Там сплошная скульптура. Там один Бернини что наделал. Так вот я хочу о чем сказать. Вы говорите реализм. А почему я сейчас говорю о классическом, да, таком подходе? Вот мы знаем Торс этот знаменитый, забыл тоже автора, да, который там, ну, невозможно пройти. Вот сколько раз я там был, как бы идеальный Торс мужской. Вот. Почему сегодня нету вот по силе, вот ты смотришь, ну, казалось бы, мужское тело, женское тело, да, разный возраст тела там, ну, условно, скульптуры. И вот ты погружаешься в эту историю, ты ощущаешь, что ты перемещаешься в какой-то другой век. А на наши современные скульптуры ты часто смотришь, даже на монументальные, на реалистично сделанные, все правильно. Ну, ничего, нет никакого отклика. Что подтип потеряно скульпторами? В большинстве случаев это перепевы, причем перепевы, ну, это, вы знаете, вот как Шаляпин спел, а теперь все пытаются вдоль по-питерской. Как Шаляпин? А не получается. Получается. Или Муслим Агамаев спел, а сейчас вот много пытаются таскать, а вот Лев Лещенко спел День Победы, и лучше Льва Лещенко, на мой взгляд. Никто, хотя первым был Сметанников, а вот он спел, и как-то вот оно не прозвучало. Это я к тому, что невозможно тупо попытаться сделать Родину-Мать, как сделал Вучитич, и она зазвучит. Вот он сделал, вот она там звучит. Почему мало сил, на мой взгляд, опять же, на взгляд человека, который еще пытаюсь открыть многое, да, иногда заходишь в какой-нибудь музей, там не самый такой знаменитый, ты там видишь какую-нибудь скульптуру, 17-й век, 16-й век, ну хватает сразу? Это ты даже автора можешь не знать. А смотришь сейчас на памятники иногда, сделанные, ну как-то вот... Нет, все это как бы относительно... Вот у меня, у сегодняшнего скульптора, у меня есть вопрос к Микеланджелу. Какие? Когда я был студентом, у меня не было вопросов, я просто вот попадал в осадок. Какие вопросы? Ну, один из вопросов, что вот за этим, так сказать, умением воспроизводить тело, мышцы, порой для меня теряется вообще идея. Ну и мужик, да, вот он там вот... Супер реализм. Все это сделано красиво, там, вены, мышцы и так далее. Ага. Вот у Учитича стилизованная Родина-Мать, но... Но там, наверное, другая задача стояла. О чем и речь. Да. Я и про задачу говорю, смотря что вы хотите увидеть в скульптуре, что она должна вас возбудить. Вот меня, мне в свое время посоветовали, когда я был в Волгограде, ты, говорит, не подъезжай вот где-то километров за пять и пешком пройди вот этот путь до Родины-Матери. Она, да, да, там... И ты увидишь в какой-то момент, что ты просто вот раздавлен, раздавлен монументальностью. Это монументальная история. Я вам другой пример приведу. Галерея Баргезия, или как правильно звучит в Италии, меня поразила... Ну, там тоже в каждом зале стоит скульптура какая-то такая глобальная в центре. И там есть скульптура, посвященная супруге, значит, человека, который когда-то держал эту всю историю. Она возлежит на Софе. Вот вы говорите, тело передано, да, так, идеально. А здесь вот такое ощущение, это же камень, это не бронза, каменная скульптура, белая, мраморная, скорее всего, да. Вот. И вот такое ощущение, что я тепло ощущаю, вот, знаете, не только человеческого тела, но складка вот этого вот всего Софы, что там лежит какая-то кружевная история и так далее. Вот как, что это такое, когда я ощущаю атмосферу, как будто бы сейчас оживет эта история. Вот вы сейчас очень хорошую тему затронули. Вы даже не помните, кому, чего и для чего. Вы ловите кайф от того, как это сделано. Да. То есть, вот, понимаете, значит, скульптор ставил задачу показать, как он мастерски может обрабатывать мрамор, он может складочку воспроизвести, то есть кружавчик и так далее. Вот мне это неинтересно. Так. Воспроизвести можно все, что угодно. Но если тебя вещь не цепляет, вот, представляете, ну, условно говоря, делайте композицию, где людайд пожирает ребенка. Угу. Но он настолько вкусно сделан, и люди уже начинают забывать вообще, что происходит. Происходит трагедия человеческая. А мы рассматриваем кружева. Угу. А можно сделать наоборот. Вот, я вот иногда Екатерину рассматриваю, так сказать, вот эти вот коринолины, там, платье и так далее. А морда, извините меня, жаба. Ммм. Ну, и вот, и опять вот рассматриваешь, как скульптор красиво сделала. То есть сделано для отвлечения, да? Специально. Причем... Какой интересный взгляд? Художники прошлых эпох, они понимают, они тоже от заказа зависели, от заказчика, тем более частного заказчика, тем более такого уровня. То есть она и похожа должна быть, и в том же... И им нужно было как-то даже самого заказчика отвлечь от уродства его, так сказать, физиологии. Поэтому, когда было много всего, ну, посмотрел, ну, похоже, да, похоже, там, все сказали, похоже, но, огонь, платье красиво. Вот опять-то, к тому же, а давайте будем рассматривать платье. Ну, понятно, что там... Ясно. То есть детали не столь важны, а важны... Они важны, но детали важны, если художник, если скульптор им придает то звучание, которое должно воздействовать на зрителя, а не просто, извините, от балды. Ну, мы можем сделать один вывод. По-прежнему спор продолжается, потому что у каждого свои подходы. Просто была прекрасная возможность сегодня пообщаться с реальным скульптором, заслуженным художником Российской Федерации, академиком Российской Академии Художеств, художественным Александром Рожниковым. И пожелать ему, потому что вы академик, это значит, что вы общаетесь наверняка и с молодыми скульпторами, наверняка вы отсматриваете работы. Будущее есть у нас, да, скульптурное? Несомненно. У нас очень много молодых, талантливых художников, скульпторов. Вопрос их востребованности. Востребованности. Я надеюсь, они будут востребованы. Вот это мы пожелаем всем. Ну и учтите, что все равно наш лозунг вечный о вкусах не спорят. Он вроде бы всегда имеет продолжение, но разговаривают. С вами был Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин